Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы вместе с вами продолжаем рассматривать Евангелие от Луки. Сегодня читаем 13 главу, и хочется сказать, что Святое Писание, оно отвечает на очень многие вопросы, которыми мы задаемся в своей повседневной жизни, думаем о смысле происходящих событий. Если мы будем внимательнее относиться к тексту Писания, то мы получим ответы на эти вопросы. Допустим, в отношении несчастных случаев, каких-то неприятных ситуаций или очень трагичных случаев, которые происходят, и возникает вопрос, из-за чего всё это, как к этому относиться. В это время пришли некоторые и рассказали Ему, то есть Господу Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не погаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Вот мы видим в одном случае вроде бы такое, может быть, несправедливое убиение. Причём что произошло? Тут сказано, что Пилат, а вообще Пилат, он старался особо-то не вмешиваться в жизнь иудеев, потому что они постоянно так вот то восставали, то бунтовали. Это была проблемная провинция иудея. И однако же по какой-то причине он производит такую, ну как бы сказали, зачистку и убивает некоторых галилеян прямо во время жертвоприношения. И при этом убиение, их кровь, она окропила их жертвы, которые они приносили, ну видимо, хотели принести в Иерусалимском храме. И точных сведений, к сожалению, нет. Что это были за галилеяне, в чём была их вина, в чём их обвинял Пилат. Некоторые предполагают, что связано это было как раз вот с тем таким, ну несколько вот своеобразным персонажем, как Иуда Галилеянин, который произвёл возмущение в Иерусалиме, увлёк некоторых за собой, который выступал против налогов римлина, вообще против зависимости от Римской империи. И вот эти галилеяне, они как бы последователи Иуда Галилеяна. И поэтому были за это наказаны. Но чётких данных всё-таки исторических нет. Есть только факт, что они были убиты, причём во время жертвоприношения. То есть здесь в чём возникает вопрос? Ведь они же через эти жертвы старались обращаться к Богу. Они старались совершать какие-то свои священные обряды, и Господь допускает при этом их убиение. А где же сам Бог? Почему они же служат Ему, стараясь? То есть как бы Господь оказывается в стороне и допускает такую вот страшную смерть. И Спаситель говорит, что не думайте, что вот только ради их грехов с ними такое произошло. Нет, но если вы не покаетесь, все также погибнете. То есть с одной стороны, да, все наши несчастные случаи, какие-то неприятные происшествия или даже трагичные события из нашей жизни, они в каком-то смысле провоцируются нашими грехами. Мы и в Священном Писании это видим, что за что пришёл, допустим, потоп на людей, да, или за что наказаны были города Содом и Гаморр. То есть всегда страшные какие-то грехопадения, они влекут за собой даже катаклизмы, природные катаклизмы, и всё рушится, горит, падает, и люди погибают. Но в то же время Господь пытается сказать, что не надо думать, будто бы они были грешнее, потому что все вы грешны, и это вам только в разумлении. Ваша задача стараться со временем земной жизни очистить свои души, иначе вы все погибнете. Вот в отечнике святителя Игнатия Бринчанинова там приводится такая история, как в пустыне жил один подвижник, который угождал Господу, много молился, и иногда посещал его мирянин, который время от времени приносил ему хлеб, потому что тот подвижник, он жил в полном уединении, а вот этот мирянин как бы помогал ему, то есть он приносил ему хлеб для пропитания. И вот однажды этот мирянин, через положенное тоже количество дней, там раз, может быть, в неделю или раз в две недели он приходил, он, во-первых, вот пошел из города, а там как раз в городе умер богатый человек, который жил так, угождая своим страстям, не очень внимательно, не очень-то он заботился о спасении своей души, но при этом была очень красивая, торжественная похоронная процессия. И даже епископ этого города предшествовал, и все молились, и возглашали упокой Господи, душу рабатого. Ну, видимо, он жертвовал что-то на храм, этот богач, и забывал при этом преображать храм в собственной душе, то есть он думал, что вот он жертвует, и вот это уже есть все добро. И вот он умер, и такая торжественная церковная похоронная процессия, где сам епископ участвует в его похоронах. Ну вот увидел этот человек и идет в пустыню, а там вдруг что он обнаружил? То, что подвижник, которого он посещал, растерзан хищенными зверями, и тоже лежит мертвый. И возмущение появляется в душе этого человека, как же так, что вот тот богатый человек, почивший, он жил не так, не сяк, и его там сам епископ хоронит, и так вот все вокруг него там заботятся о его теле, а этот всю жизнь служил Богу, молился, и страшный такой вот несчастный случай, его растерзали хищные животные. И вот этот мирянин, он молится, не может понять, и ему было открыто, и сказано, что вот тот богач, он имел немного добрых дел, и ради вот этих немногих добрых дел ему дается вот такое вот мирное его захоронение, то есть напутствие, мирное напутствие его тела в последний путь. Но душе его покоя нет, потому что всю свою жизнь он посвящал совершенно иному. Невозможно откупиться, так сказать, вот от своих грехов, просто вот какими-то там пожертвованиями, если ты не исправляешь самого себя. А вот подвижник, подвижник имел много добродетелей перед Богом, но как человек имел некоторые малые прегрешения, и поэтому ему попущена была такая смерть, а в вечности он исполнен райской радости. То есть Господь может попустить какие-то несчастные случаи, чтобы вот просто очистить нас от наших мелких прегрешений, так что не надо соотносить видимую кончину с загробной участью. Если человек погиб во время какого-то там шторма, землетрясения, или вот молнией убил, и, допустим, святой Артемий Веркольский, отрок 12-летний, был убит молнией, и селяне подумали, ну, наверное, Господь наказал его, выбросили тело его куда-то там в лес, а потом стали чудеса происходить, это его святых мощей обрели их. То есть внешне вот эти вот несчастные случаи, когда от природных катаклизмов погибает человек, вроде бы такая вот стихия неподвластная, и вообще как бы Господь как будто в стороне, на самом деле Господь через это очищает, может быть, от мелких прегрешений, а вот человек всю жизнь служил Богу, и это является главным. Святой Афанасий Афонский, он вообще умер, когда обрушился храм. Он много строил храмы, это X век, и потом во время ремонта тоже вот поднялся в храм, и купол обрушился. И так вот принял видимую кончину святой Афанасий Афонский, однако он стал небесным ходатаем, заступником не только за жителей Афона, монахов, но и за нас. Поэтому нужно понимать, что у Господа совершенно свои планы, то есть ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути, говорил Господь через пророка Исаия. Поэтому не надо думать, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская, и побил их, что они виновнее всех, что если на кого-то упали камни небоскреба, значит он там грешнее. Просто наш мир – это мир превратности, таких вот несчастных случаев. Здесь ты не знаешь, что произойдет с тобой, если наступишь куда-то, бывает на ровном месте люди проваливаются, потому что таков мир после утраты рая. Вот в раю никто не проваливался, никто не падал, не разбивался, там во всем был порядок, божественный смысл, а с утратой рая люди подвержены несчастным случаям. Но из-за всей вот этой пеленой несчастных случаев присутствует промысл Божий, который нас через это очищает и усовершает. Конечно, вот то, что происходило из вот этой Силамской башни, для иудеев это было вразумлением, потому что ведь Господь что говорит, что если не покаетесь, все так же погибнет. То есть вот вам страшно от того, что произошло, да, вот очищайте свою душу, исправляйте себя, не думайте, что вам будет дан следующий день, вот всегда у нас есть только этот настоящий день. Поэтому в этот настоящий день будем хранить свою душу, будем очищать свое сердце, вот каяться пред Господом, говорить, Боже, очисти меня грешно, прости меня за то, что я вот так и так поступил, то есть от сердца обращаться, чтобы не потерять этот день, приносить покаяние, ибо на следующий день неизвестно, что случится. И ведь Господь действительно, Он так вот промыслительно предостерегает, потому что пройдет меньше четырех десятилетий, и все башни попадают в Иерусалиме, когда в 70-м году город был осажден Титом, римским военачальником, потом он стал императором, и город был разрушен, захвачен, побиты были иудеи, башни вот эти действительно попадали. То есть, почему так? Потому что люди не каялись во грехах, люди не исправляли себя, отвергли Христа, а вот если бы они каялись, как жители Неневии, то город был бы спасен. Неневите нам было сказано, что город Господь разрушит, и не разрушил, почему? Потому что они каялись. Вот каялись, чтобы не застигло нас вот это падение башни Силаамской, чтобы никто не причинил там никакого теракта и так далее. Ну, в любом случае, чтобы душа наша была чиста, независимо от происходящих событий. И вот Спаситель дальше произносит притчу, как бы она притча связана с тем, что он говорит, и смысл в чем? В том, что Господь бывает вот долго ждет, терпит, ожидает от человека исправления жизни. Но если человек становится все хуже и хуже, то наступает такой момент, когда все обрывается. «И сказал сию притчу, некто имел виноградники своем, посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал винограду, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». То есть в саду была вот эта смоковница, причем показано долготерпение хозяина. Он третий год ищет, и третий год не находит. «Получается так, что смоковница-то бесплодна, и какой в ней смысл, если она занимает землю?» Кто посещал государство Израиль, тот знает, что там земли очень мало, там не такие просторы, как у нас, что можно ехать и ехать, и наблюдать поля. Там земли намного меньше. Поэтому какой толк, если что-то бесплодное занимает участок земли? И вот он говорит Виноградарю, сказал Виноградарю, значит, вот я прихожу третий год, ничего не вижу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он, то есть Виноградарю, работник, ответственный за этот сад, садовник, как бы мы сказали. Ну, садовник, здесь такие плодовые были растения. Он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее, и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». То есть получается, что вот этот Виноградарь, он предпринимает последнюю попытку окопать, то есть заботиться о почве и использует удобрения для того, чтобы, может быть, попытаться как-то все-таки насытить это непослушное растение, и вдруг оно начнет плодоносить в следующий год, а если нет, то тогда что? Тогда придется срубать. И смысл здесь какой? Конечно, много толковали эту притчу здесь, и здесь много смыслов, и каждый он верен. То есть это речь и о самом иудейском народе, когда вот Господь третий год уже проповедовал, понимаете, а люди все теплохладные, в небольшом числе только обращались к нему, апостолы, Марии Магдалины, некоторые еще лица мужского, женского пола, которые каяли в своих грехах, а ведь в основном-то они пропустили пропустили мимо себя приход Спасителя. Поэтому вот еще последняя такая вот попытка, если нет, то все. Народ израильский, народ иудейский, он будет отверженным народом. И тогда уже постигнут всякие наказания. Но притча эта также, она трактуется и в отношении каждого из нас, то есть нашей собственной души, что мы бываем как бесплодная смоковница, хотя Господь даровал нам много талантов. Он подает нам время для, ну для чего подает время? Чтобы мы любили наших ближних, любили родных, были верны заповедям Божьим. А если кто-то говорит, ну вот я живу, живу и все мне там хоть об стенку горох, да, и он там и пьет, и тратит время свое, транжирит, то напрасно думать, что так будет бесконечно. Придет конец и такой человек извергается из этой жизни после предварительных многочисленных вразумлений. И вот тут, конечно, такая интересная деталь, как говорит вот этот виноградарь, что вот я окопаю и обложу ее навозом. Вот навоз это, в общем-то, не очень приятная вещь-то. и когда нам попускаются какие-то искушения в жизни, какие-то трудности, или там начальство начинает против нас, да, вот что-то, или там еще какие-то события, и мы чувствуем, как будто тоже нас вот в какой-то навоз погружают, настолько нам неприятно. А на самом деле Господь своим промыслом через это пытается и нас исправить, чтобы мы приносили духовные плоды. А духовные плоды какие? Смирение, чистое сердце, молитвы, в том числе за врагов. Когда любовь в сердце сияет, то ты из-за врагов молишься и желаешь им спасения. То есть Господь пытается как-то нас неприятными событиями расшевелить, расшатать, чтобы пробудить нашу душу, и для этого мы тоже погружаемся вот в этот навоз. Для чего? Для того, чтобы со временем как смоковница принести плоды. А если же не принесем, то тогда срубается эта смоковница. В одной из синагог учил он в субботу. Спаситель посещал синагоги, куда собирались люди для слушания законы Божьей. То есть постоянно какие-то дела на неделе делали, а вот в синагогу собирались все. Это надо понять, что не было телевидения, не было газет, средств массовой информации, радио, тем более всяких смартфонов, никто в социальных сетях ничего не рассылал. А люди трудились, трудились и трудились, а в субботу шли в синагогу, проводили там время. Поэтому там собиралось много людей, и спаситель идет туда, где люди. Он учит в синагоге. И ему давалось такое право. Почему? Потому что спаситель, даже не учившись, владел законом Божиим. Знал Писание пророков, знал закон Моисеев, и поэтому он мог толковать, и слово его услаждало. А далеко не во всякой синагоге были красноречивые проповедники, мудрые проповедники, поэтому ему все-таки давали возможность говорить к народу. И что же мы видим тут? Значит, в этой синагоге там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И ситуация на самом деле ужасная, то есть это не сразу с ней случилось, она была здорова, она трудилась, а потом все, ее вдруг что-то схватило, какая-то немощь, то ли с позвоночником чего, то ли нет, но сейчас мы увидим объяснение. И она теряет возможность жить нормальной здоровой жизни, чтобы распрямиться, ведь человек это единственное существо, которое создано на земле, так, чтобы обращать взор к небу, вертикально ходить, то есть обычно животные, кто там на четвереньках, кто там ползает, кто чего, но вертикально вот так вот, чтобы стоять на ногах и выпрямиться, и обратить взор к небу, так только человек. И что тут видим? Вот она утрачивает этот дар, Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И дальше ключевая вещь, «И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась». Вот это интересно, что тогда благословение преподавалось через возложение рук. Вот сейчас, когда уже после креста Христова мы осеняем кого-то крестным знаменем, можем возложить руку или дать поцеловать руку, а принимающие благословения складывают крестообразно, а тогда получается, что спаситель он благословлял, возлагая руки на голову, и она сразу же распрямляется, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Происходит явное чудо, его же прикосновение это божественное прикосновение, потому что Христос это воплотившийся Бог, и само его тело становится живоносным, животворящим. Это не просто богоносное тело, а это воплотившийся Господь, который осветил человеческое естество своей благодатью, поэтому прикосновение, оно тоже божественным становится. И тотчас выпрямилась, сказано, не то, что вот в ней начались процессы оздоровления, там вот она лежала, потихонечку поднималась, ну еще немножко так вот прихрамывала, там, а нет, вот она сразу выпрямилась, сразу, и почувствовав эту легкость и радость, когда благодать прикасается к человеку, ему легко и радостно, его сердце как бы раскрывается навстречу к Богу, сердце отблеск неба, и поэтому такой человек славит Бога, и вот она стала славить Бога. А тут происходит сразу же конфликт, то есть, что мы видим, что исцеление, Господь явно действует, она прославляет Бога, а вот начальник синагоги злиться. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сразу поясню, в чем тут значит, такая вот особенность. Ну, конечно, вы все это много слышали, что Спаситель вот он в субботу исцелял, его попрекали, но если бы во многих случаях Спаситель он как? Он только произносил слово, и человек исцелялся. А здесь он уже формально как бы нарушает субботу, потому что он не просто словом исцеляет, а он специально возлагает руки, и вот это возложение рук уже воспринималось как работа, а в субботу работать нельзя. То есть вот такой формальный подход, получается, что возлагает руки для врачевания, и человек-то исцеляется, но раз ты формально нарушил, значит, ты нарушитель. Но, видимо, Спаситель он специально, он во многих случаях одним словом, а здесь как бы чтобы обратить внимание людей на эту ситуацию. И что мы видим? Начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, в которые должно делать и приходить и исцеляться, а не в день субботний. То есть он даже боится как бы к самому Спасителю обратиться, потому что понимает, совесть обличает этого начальника синагоги, а он смотрит на людей, как бы Христа исцеляющего тут нет, и говорит, вот есть вам шесть дней, тогда и приходите, ну чего вы занимаете этот день? И тогда Господь как раз изобличает вот эту вот закваску фарисейскую, о ней мы раньше говорили в прежних наших беседах, Господь сказал ему в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла, от ясли в субботу и не ведет ли поить? То есть закон Моисеев действительно разрешал поить животных в день субботний, то есть суббота она же не для того, чтобы вообще выключиться полностью из жизни, тогда надо как-то там летать в воздухе, не двигая ни рукой, ни ногой, или просто вот лежать в постели, ничего не делать, и что же это за праздник, если ты в полном безделии, в лености проводишь этот день и даже внешне никак вот не выражаешь свое присутствие здесь, ведь животных же поили в день субботний, значит спаситель говорит не отвязывает ли каждый из вас вала или осла, то есть предпринимает какой-то труд, чтобы отвязать эти веревки и отвезти и напоить животных, сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от усих в день субботний. И вот тут открывается, во-первых, оказывается, что это дьявол навел такую немощь, и вот оказывается, что сатане иногда попускается вредить человеку и даже причинять вред его телесной природе, ну мы знаем это на примере Иува, который претерпел огромный ущерб, то есть сатане было позволено, то есть иногда позволяется прикоснуться, вредить человеку, но есть промысел Божий, что человек через это смиряется, вот как здесь эта страждущая женщина, она названа как? Дочь Авраамова, то есть вот кто дочь Авраамова, не законоучители, вот эти гордые, которые негодуют на людей, не этот начальник синагоги, а терпевшая 18 лет недуг женщина, она является дочерью Авраама, потому что сам Авраам в жизни очень много терпел и оставался верен Богу, вот так же и эта женщина, она терпела и оставалась верной Богу, и вот почему Спаситель так легко ее исцеляет, то есть где прикосновение Божие, там демоны тут же отступают и разбегаются в стороны, там они иногда даже с шумом, с криком вылетали из людей и люди освобождались и поэтому-то легкость, поэтому-то радость, что уже ничего тебя не мучает, так как ничего бесовского рядом с тобой в помине нет, вот тут еще что скажем, ведь, ну вот он говорит, что нельзя в субботу, а суббота это что? Это покой, день покоя, но что же это за покой для женщины, которая страдала столько лет, будучи скрюченной, будучи мучаемой от дьявола, разве же это суббота, разве же это покой, что она все время мучается, а вот покой и суббота, это когда происходит освобождение, и Господь так и поступает, освобождает ее, или вот еще представьте, что если бы кто-то говорил про наши христианские храмы, мол, вы с понедельника по пятницу приходите, просите о исцелении, молитесь о выздоровлении близких, а вот воскресенье нельзя, или там в субботу накануне воскресенья нельзя молиться о выздоровлении наших ближних, но разве же это не безумие? Люди как раз идут в храм, почему? Многие болезнями вразумляются, приходят в храм, просят исцеления, вот одна знакомая женщина, она когда выцерковлялась, вот там вот исповедовалась, и потом у нее, ее подруга, ей поставили диагноз рак мозга, страшный диагноз, ну и она говорит, ну что, ну пойдем со мной просто вот в храм, а та вообще никогда не приходила, она там не исповедовалась, не причащалась, но вот решила пойти за компанию, и как раз это в субботу вечером все ночные под воскресный день, и вот она молилась, просто присутствовала на службе, и потом подошла на помазание, когда святым елеем помазывают лоб, вот, и после этого поехала на обследование, оказалось, что у нее прошла ее опухоль, исчезла, то есть Господь ее исцелил вот в этот субботний день в христианском храме, потому что Господь, Он силен, Он властен освободить нас от любого недуга, и не важно, какой это день, праздничный или будничный, там, субботний, воскресный, в любой день Господь может исцелить, освободить, и препятствий для этого, обрядовых препятствий быть не должно. И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах Его. То есть люди прекрасно понимали, что ведь эта очевидная истина здесь проявляется, и поэтому люди радовались. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю Его. И тут Спаситель вот произносит некоторые притчи, и тут вот евангелисты, они помещают их, и трудно вот сейчас вот сходу сказать, произносились ли эти притчи вот конкретно здесь, или просто вот Лука, он подтянул их вот в это место по смыслу. В любом случае Спаситель это произносил. Итак, чему подобно Царствие Божие, и чему оно уподобит? Оно подобно зерну горчичному, которое взяв человек посадил в саду свою и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Притча о чем? О Царстве Божием. А Царство Божие, которое еще здесь вот на земле дается, это собственно Церковь Христова, потому что Церковь основана сошествием Святого Духа на апостолов, когда Господь не спасал Духа Святого, возрождены были апостолы, потом они возрождали через крещение других людей, и в храме как раз люди приобщаются Царству Божию, и поначалу оно ведь действительно, что собой Церковь представляла? Ну, там вот круг учеников, ну, не только 12, там были 70, еще другие, но это очень мало, это какая-то вот крохотная совершенно мера, горчичное зерно это самое мелкое зернышко, там диаметром примерно 1 миллиметр, по-моему, вот, и примерно 1 миллиметр в диаметре горчичное зернышко, и а вырастает оно достаточно большим, действительно, птицы могут садиться, а птицы в данном случае это образ как бы ангелов, которые пребывают в храме, ныне силы небесные с нами невидимо служат, поется великим постом, там, великую субботу, в чем некоторые службы, то есть, когда вот великий вхоз совершается на литургии, мы поем и же херувимы тайнообразующие, да, то есть, таинственно уподобляясь херувимом, мы воспеваем песни Господу и шествуем встречая Господа, а это значит, что действительно в церкви пребывают ангелы, есть еще такое вот толкование, что это собственно Царство Божие, да, а под зернышком горчичным евангельское слово, которое учит Царство Божие, и оно тоже кажется каким-то крохотным, очень маленьким, но производит оно необычайно огромные плоды, вот как это случилось с апостолом Павлом, ведь он был гонитель, савл, но как только вера во Христа зародилась в его душе, то вот это маленькое крохотное зернышко, оно произросло в огромное древо, послание апостола Павла, 14 его посланий, они вошли в Библию и читаются во всем христианском мире, то есть вот это тоже огромное дерево, и птицы небесные укрываются в ветвях его, то есть ну и с любым христианином то же самое, что благодать Божия, которую посещает, она вначале кажется очень маленькой, и то есть человек, он ну поначалу вот только-только вот он отстаёт там от каких-то страстей мира сего, пытается что-то старается делать, если он проявит терпение и усердие, то благодать его так осенит, что вот как преподобный Серафим Саровский, преподобный Паисий Святогорец, старец Силуан, Силуан Афонский, другие Амвросий Оптинский, которые через них уже благодать Божия, она наглядно, очевидно проявлялась, а ведь поначалу-то было всего лишь тоже, как зёрнышко горчичное, то есть это вот такой закон духовной жизни, что если ты проявляешь усердие, то благодать сияет в тебе всё больше и больше. Ещё такое, следующее, ещё сказал, чему подоблю Царствие Божие, оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. Это тоже о благодати Святого Духа, вот как закваска, она притворяет тесто, при этом закваска, она сама как бы невидимым образом действует, а тесто изменяется. Вот так же три силы души, ум, чувство, воля, они потихонечку преображаются, когда человек старается жить по-христиански, в уме уже старые помышления отступают в сторону, не привлекают вот прежние греховные какие-то там мысленные образы, ум очищается, сердце становится обителью чистых, добрых чувств, а воля начинает укрепляться тоже в добром, чистом таком делании, и потихонечку действует преображение, как вот эта закваска заквашивает три меры муки. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Вот Спаситель с таким учением обращается к людям и потихоньку продвигается в сторону Иерусалима. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» И вот и сейчас такой вопрос, он у многих возникает, что вот если посмотреть общее количество жителей на планете Земля, ну там семь миллиардов или сколько, а вот сколько из них христиане вообще в целом? Ну христиане на самом деле примерно треть, примерно треть. Но при этом если посмотреть все христиан, то сколько из них православных христиан, потому что католики большинство, потом протестанты и православные они только на третьем месте по численности. Опять-таки если взять православных, кто из них регулярно ходит в храм? За другие страны не буду говорить, но в России это те, кто именно регулярно и стараются исповедоваться, причащаться, то есть внимательно относиться к душе, это 5-7 процентов, то есть сокращается, сокращается, сокращается. И тогда что же получается вообще мало спасающихся? И в те времена тоже были такие вопросы мало спасающихся. Как же отвечает Господь? Он же сказал им подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Спаситель не говорит, что вот да, мало спасающихся. Действительно, если мы посмотрим святцы, святых их очень много на самом деле. И каждый день празднуется память очень многих святых. И многие святые, они даже не включаются в наш календарь. Есть в каждой поместной церкви свои святые, есть святые, чтимые по конкретным каким-то местам, есть святые, которые вообще просто не включены и не отмечены никаким календарем, но они святы пред Богом. И думать надо не об этом, мало или много, потому что райских обителей их много, их однозначно много, они для всех уготованы. Но сколько живущих-то. И Спаситель говорит, самое главное, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, то есть не потакать своим страстям, потому что страсти зовут нас вниз, и это легко, кажется, это легко соскользнуть вниз, но потом становится от этого тяжело. Ибо сказываю вам, что многие поищут войти и невозмогут, то есть вот эти врата Царства Божия. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить Господи, Господи, отвори нам, но он скажет вам в ответ «Не знаю вас, откуда вы», тогда станете говорить «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». То есть и те израильтяне, иудеи, которые непосредственно во время земной жизни Христа окружали его, ели и пили рядом с ним, он учил, но и мы тоже, сказано, и на улицах наших учил ты. Когда мы идем по нашим городам, селениям, мы видим храмы, на наших улицах храмы, где раздается учение Христовое, то есть мы тоже можем сказать, на наших улицах учил ты, да, Спаситель учил нас в наших храмах, на наших улицах, ну а сами-то мы были в этих храмах или мы шли дальше своей дорогой, если мы своей широкой дорогой, вот этой проторенной дорогой шли дальше и забывали про храм, забывали то, чтобы дом души своей притворять в храм, то вот и окажется, что он скажет в ответ не знаю откуда вы, то есть Господь знает своих, да, свои-то те, кто стараются отвергать грех в себе, неугодные Богу, свои-то те, которые в сердце стараются и в душе, в уме, в мыслях иметь нечто Божие, там, значит, да, но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды, то есть вот как, то есть можно быть христианином и даже можно формально исповедоваться и причащаться, некоторые так толкуют, вот эти слова, мы ели и пили пред тобою, ели и пили пред тобою, то есть участвовали в святых тайнах, приобщались телу и крови Христовой под видом хлеба и вина, но так как они делатели неправды, будет сказано отойдите от меня, там будет плач, искрежет зубов, это образ нестерпимой муки, когда настолько больно, что человек сжимает зубы, настолько ему плохо, как бы безысходные муки, адские, будет плач искрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. в общем-то самые страшные муки в том, что человек лишается лицезрения, общности с Небесным Отцом, потому что в Господе только подлинное счастье, все блага земли это только как бы слабое отражение того, что есть в раю, но самое главное богатство в рае, то, что там Господь присутствует и с Ним может быть общение, а тут получается так, что человек лишен этого и от этого муки, вот когда увидите и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон, Спаситель предсказывает и придут от Востока и Запада и Севера и Юга, вот, то есть с разных стран, получается так, что иудеи, они как бы теряют свою богоизбранность, а придут от Востока, ну, от Востока мы знаем, что и арабы некоторые просвещались и были христианами, но потом, к сожалению, они вот в ислам, в ислам уклонились, если дальше на Восток смотреть, то там вплоть даже до Японии, и в Японии есть православная церковь, да, и в Китае было христианство на протяжении ряда веков на Западе, мы понимаем, там как раз на протяжении многих столетий как раз христианство распространялось, и с юга, с юга там как раз и Египет, где Александрийская церковь, и Африканский континент, где тоже многие принимали христианскую веру, а север, вот север как раз это речь про нас, то есть придут от Востока и Запада и Севера, то есть Север это Россия как раз на севере, и юга, и возлягут в Царствие Божие, возлягут в Царствие Божие, то есть и наш русский народ, он призван к тому, чтобы участвовать в благах Царствия Божия, и вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними, ну вот эти слова, они вызвали вообще и имеют просто огромное количество толкований, просто бессмерные толкования на эти стих, в каком смысле, что вот были те, которые казались первыми, то есть иудеи казались первыми, а в итоге стали последними, сравнительно с язычниками, потому что язычники именно наполнили Церковь Христова, а от иудеев только какая-то часть, язычники казались последними, а стали первыми, затем еще в каком смысле толковали, что есть вот последние, которые будут первыми, то есть пройдет много столетий, и будут такие святые, которые вроде бы они последние по временам, а по уровню жизни, они своей духовно-нравственной жизни, они первые, ну если вот мы посмотрим, допустим, преподобного Паисия Святогорца, который фактически наш современник, и вроде бы в наши времена, которые формально мы называем их последними, а он по уровню жизни первый, да, но есть также первые, которые будут последними, то есть скажем, некоторые лики святых, они были только в то время, апостолы давались в то время, конечно, есть равноапостольные, но это уже немножко другое, или вот святые цари, святой равнопостольный Константин Великий, или святой Владимир, просветитель Руси, и трудно сказать, будут ли еще какие-то подобные цари, которые просияют таким же святым подвигом. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. Появляются фарисеи от Ирода, Ирод Антипа в данном случае, он заведовал как раз Галилеей, еще рядом территорий, и в общем-то блаженный Феофилак, еще некоторые, они так толкуют, что эти фарисеи, они и были как бы сторонники Ирода, и Ирод боялся напрямую входить в противостояние Христу, потому что знал уважение народа по отношению к Спасителю, поэтому напрямую не выступал против Иисуса Христа, и фарисеи как бы от себя говорят, что Ирод хочет убить тебя, поэтому лучше удались, а что же Спаситель «И сказал им, пойдите скажите этой лисице» Спаситель понимает, что здесь некая хитрость, хитрость черта лисицы, и вот поэтому он так строго говорит, а что он просит передать, «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу». Получается так, что Спаситель говорит, что вот сколько-то он еще пробудет здесь, в Галилея, дальше направится в Иерусалим. «А впрочем не должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Вот как Моисей говорил, что «Пророка даст вам Бог вместо меня, его слушайте». Это он говорил о Иисусе Христе, почему? Потому что Моисей был тот пророк, который дал ветхозаветный закон, а Иисус, Христос, Сын Божий, в нем, конечно, первосвященническое служение, починно мир Хиседека и царское служение, так как он потомок из рода Давида, но это царское, это, конечно, не от мира сего, то есть духовное царство и служение пророческое, потому что пророки, они изрекали волю Божию и Спаситель Иисус Христос, он изрекает волю Божию и он устанавливает новый завет, то есть Моисей ветхозаветный закон, Иисус Христос новозаветный закон, и поэтому он тоже пророк и он идет в Иерусалим, в Иерусалим, а в Иерусалиме как раз убивали пророков, да, и не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима, то есть это некая закономерность иудейской истории, люди, посылаемые от Бога, они в столице иудейской принимали мученическую смерть, и Спаситель дальше от сердца произносит такие слова Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий, посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чат твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется вам, дом ваш пуст, сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне. Вот так заканчивается тринадцатая глава, Спаситель в этих вдохновенных словах, он как бы, понимаете, с таким состраданием и скорбью произносит, конечно, это и по человечеству скорбь, но он произносит это как Господь, он говорит, сколько раз хотел я собрать чат твоих, то есть на протяжении всей истории он как Бог ожидал чистой жизни, искреннего благочестия, то есть собрать под своим Божьим покровом чат Иерусалимовых, и они не захотели, и поэтому оставляется дом их пуст, и поэтому-то они распнут Спасителя, и тогда дом опустеет и будет разрушен в семидесятом году, и храм их будет разрушен, и они не увидят уже Господа, пока не придет время, когда скажут благословен гряды во имя Господне, это не про вход Господень в Иерусалим, то есть про вход Господень тут говорится, что вот не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима, да, он войдет туда, и будут, конечно, говорить, благословен гряды во имя Господне, но говорить очень кратковременно, потому что его распнут, а вот придет время его второго пришествия, да, вот об этом и сказано, что вы не увидите меня уже после его распятия, они не увидят его воскресенье, воскресенье увидят только верные ему ученики, не увидите меня, пока не придет время, время второго пришествия, когда скажете благословен гряды во имя Господне, и тогда даже неверующие они вынуждены прославят пришествие Господа, им откроется вот эта истина, что он и был обетован на Мессии, он есть как раз гряды во имя Господне, поэтому он благословен, но такое исповедание будет уже, к сожалению, им не во спасение, вот дай нам Господь быть верными Господу Иисусу Христу, чтобы уже сейчас приобщаться его Божественному Царству. На этом мы завершаем чтение 13 главы, в следующий раз будем рассматривать 14-ю. Храни вас Боже, до скорой встречи!